украинцы мне ничего не сделали вот это нет никакого желания ехать туда с автоматом тем более уж стрелять в кого-то как только это все объявилось я первый день лежал скажем в тлени таком в панике просто лежал на кровати прикованы вот так вот ленту листал и жестко охеревала всего происходящего потом все-таки пришла в голову мысль что если есть хоть какая-то доля вероятности что меня могут туда отправить совсем туда не хочу нужно делать ноги к сожалению я казах нет я не казах я бурят это бишкек глазами бурята небольшое наблюдение местных барах и кафе русских больше чем заведение хула нога когда мы заливали видос у нас было два подписчика на канале это то есть мы с буду через четыре дня примерно жестко начали просмотры накручиваться вот стало очень много комментариев было классно их читать было очень много добрых комментариев в кыргызстане очень много тем которые можно освещать даже если снимать просто природу кыргызстана это уже там на больше чем больше чем на 10 выпусков выйдет да то есть варламов снял что-нибудь сказал и и уехал а мы-то здесь будем жить и ну и как бы интегрироваться в эту культуру бару принято называть самым опасным и жестким видом спорта в котором происходит херпо и мечо но на самом деле он сохраняет все основные принципы игровых видов спорта таких как футбол баскетбол хоккей и так далее и вместо снаряда вот такая огромная 30 40 килограммовая туша обезглавленного козла меня удивляет то что как бару для кого-то это очень жестокий вид спорта но для кыргызов он как ну сходить футбик поиграть для них это ну обычное дело был случай вышел покурить во двор там ко мне подошел один парень начал разговаривать на кыргызском я понял что просит сигарету дал ему потом начал еще на кыргызском говорить я говорю извини я бурят типа могу на бурятском тебе ответить если хочешь он такой а да и все мы начали разговаривать потом он повел меня к своим друзьям я с ними там проторчал минут 40 час поговорил и так у меня где-то друзей 5 соседей появилось такое например в россии как будто невозможно то есть на настолько приветливо открыто ко всем относиться ну вот вообще ваша наверное главная национальная черта который вам стоит гордиться это очень круто скучаешь по всем по всему как бы здесь хорошо тепло не было как бы хорошо к тебе не относились но свое есть свое ну то что для меня там родина бурятия россия да это не только режим и путин там не только эта мобилизация то есть все мои близкие там все мои друзья